Памятник Митрополита Милскому и Слуцкому Филарету Первому Патриаршему Экзарху всей Беларуси, Герою Беларуси. Дорогие друзья, я рад, что в день значимого христианского праздника Радуницы, когда принято поминать самых дорогих людей, покинувших этот мир, мы открыли памятник Первому Патриаршему Экзарху всей Беларуси, нашему митрополиту Филарету. Нашему, без преувеличения, великому современнику, Герою Беларуси, человеку, который был не только духовным отцом, но и совестью нации. Он всегда говорил, где служишь, там и Родина. И доказал всей своей жизнью, что его судьбой, его отечеством была наша Беларусь. А мы были его огромной любимой семьей. Митрополит Филарет прожил вместе с нашей страной все самые сложные периоды, трудясь не только на духовной ниве. Он много сил отдал возрождению храмов, приходов, монастырей, развитию богословского образования. Это по его благословению на белорусский язык было переведено Святое Писание. Установлен праздник в честь Собора Белорусских Святых. А еще он был миротворцем. Во время Холодной войны стал поднимать темы патриотизма, антифашизма, недопущения применения ядерного оружия и прекращения гонки вооружений. Со всесоюзных международных трибун, а также со страниц периодики он с пронзительной остротой говорил о том, что слишком высока цена, заплаченная советским народом за победу в Великой Отечественной войне. И потому для нас мир – это величайшее благо. Я убежден и сейчас на небесах, рядом со святыми покровителями Беларуси он просит о мире и согласии на нашей красивой земле. Все мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличьях. Чем подобное противостояние заканчивается, мы хорошо видим на нашей родной и братской Украине. Но недаром говорят, что самое темное время – перед рассветом. В такой непростой период ясно видишь, кто враг, а кто друг. В год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость и померкованность. Больше года прошло, как владыка не с нами. Но все еще трудно говорить о нем в прошедшем времени. Не хватает его голоса, неизменной доброжелательности, тонкого юмора, мудрого, отеческого совета и молитвенной помощи. Но как духовное завещание мы часто вспоминаем одно из его последних посланий, датированных непростым для нашей страны августом 20-го. Там есть слова о том, что нынешняя задача и долг нации – сохранить мир и согласие на родной земле. Это наша ответственность перед Богом и, самое главное, перед потомками. И добавлю, цените друг друга, берегите мир и свою страну. Всегда помните слова митрополита Филарета, которыми он заканчивал каждую проповедь. Спешите делать добро. Наши добрые дела будут наилучшей данью его светлой памяти. Дорогие соотечественники, дорогие друзья, Сегодня действительно светлый праздник. Праздник, который почитается без преувеличения всеми честными и добрыми людьми. И даже недобрыми. Это всенародный праздник. Давайте сегодня, кто еще это не сделал, Помянем наших родных, наших близких, Всех тех, кто как митрополит Филарет Честно служил людям и Отечеству. Христос воскрес! Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok Милости Божьей от Царства Небесного и оставления грехов Его у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим.